Жители региона до 2023 года рассмотрели сегодня в областном правительстве. Мероприятия программы направлены на все слои населения, но особое внимание будет уделяться группам, которые больше других нуждаются в знаниях, либо наиболее подвержены рискам. Это учащиеся, безработные и пенсионеры, а также те, кто планирует открыть свое дело. Программа предусматривает и отдельные блоки мероприятий по финансовому просвещению социально незащищенных слоев населения, в частности детей-сирот. В рейтинге уровня финансовой грамотности регионов России наша область получила оценку выше среднего. Но потенциал для работы в этом направлении высок, и программа призвана не только дать теоретические знания, но привить навыки разумного и безопасного обращения с личными финансами. Исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов обратил внимание, что вопросам цифровой грамотности сегодня необходимо уделять больше внимания и нужно научить людей безопасно совершать необходимые операции. Он поручил проработать возможность привлечь к такой деятельности волонтеров из числа студентов старших курсов факультетов экономической направленности. После доработки и согласования документ будет представлен на утверждение губернатора Александру Гусеву. Мы сделали такую, можно сказать, стратегию, а теперь самое главное, как мы сможем ее наполнить реализацией конкретных мероприятий. Вот огромное количество задействованных лиц там по разделам. Теперь самое главное, увязать все, чтобы это выглядело логично, просто и понятно населению, в зависимости от категории, на каких она будет направлена. Следующий этап, мы тогда должны приступить уже к конкретным мероприятиям. Почему ее сейчас надо делать? У нас учебный год заканчивается, уже скоро в сентябре начнется снова учебный год. С нового учебного года и в школах, и в высших учебных, и в средних нам необходимо будет уже ее запустить.